Азербайджанская сторона инициировала очередные локальные боестолкновения на северо-востоке армяно-азербайджанской границы, на армянской территории Гигар-Куникской области. Данный приграничный инцидент был инсценирован официальным Баку в момент нахождения в Азербайджане председателя Национального собрания парламента Турции Мустафа Шонтопа и руководства Министерства обороны Азербайджана в Москве. Громкие фразы о стремлении Азербайджана к крепкому миру в регионе не согласуются с его вероломными действиями. Сколько бы Азербайджан в лице прежде всего Алиева не включал свою риторику о стремлении принести в регион мир и процветание, эта напыщенность давно уже дискредитирована неконструктивными действиями регионального метастаза. Азербайджанское красноречие теряет свои аргументы, утрачивает вес своего слова, которое позволило бы ему оставаться хотя бы в минимальной степени убедительным. Однако в целях облегчения реализации выбранной Баку внешней политики, ему необходимо продолжать воспитывать общество в парадигме того, что Азербайджан несет помощь и процветание, и его интересы не противоречат интересам региональных стран. Но при этом медийный ресурс, направляемый Алиевским кланом, жестко разделяет регион на своих и чужих. Своими представляются те, кто идет в русле действительных интересов Азербайджана, а чужими, кто жестко противоречит этим интересам. Выпад против Армении, не единичный в своей бездоказательности и абсурдности. Он напоминает многие словесные выверты, которыми прославились азербайджанские политики и свободные СМИ Азербайджана. После 44-х дневных боевых действий сын Гейдара заявил, мы будем помнить нашу историю, но мы не имеем никаких территориальных претензий к каким-либо странам, включая Армению. О какой истории он говорит? Одумайся, Ильхам, очнись, вернись в реальный мир. Как говорил генерал Деникин, все в Азербайджанской республике было искусственным, не настоящим, начиная с названия взятого взаимообразно у одной из провинций Персии. Искусственная территория, объединенная турецкой политикой в качестве форпоста пантюркизма на Кавказе. Искусственная государственность. Это еще одно доказательство того, что высказывание Алиева не стоит даже дешевого гроша. Бесчисленные акции военной агрессии против суверенной территории Армении никак не коррелируют с международным правом и выходят за все рамки дозволенного. Однако, для актов военной агрессии были выдуманы риторические небылицы. Своим неконструктивным подходом по обеспечению стабильности и мира в регионе Азербайджан отсылает коройловскому оксюмарону мир, это война, в котором воплощена абсурдность высшей формы.